Белик вместо Сочи ожидать ли Турции наплыва российских силовиков? Туризм Белик вместо Сочи ожидать ли Турции наплыва российских силовиков в 8 часов? Депозит фотос Саботина и женщина Депозит фотос Саботина Москва, 20 июня Новости, Светлана Баева Участковый у нас забронировал тур И наш заходил мосты наводить Делятся друг с другом новостями турагенты в профессиональных сообществах Туристы опасаются, что после открытия Турции для поездок силовиков и без того недешевое направление подорожает Ждать ли ажиотажного спроса на туры в Анталию, Кемер и Белик Поднимутся ли цены и стоит ли рассчитывать на горящие путевки в материале РИА Новости? Оживление есть, ажиотажа нет Быстрее бронируй Турцию Советовал я подруге, майору полиции из Нижнего Новгорода Которая завтра улетает в Анапу Рассказывает москвичка Евгения Соколова Буквально перед тем, как стало известно Что теперь можно ездить и в эту страну Она оплатила отель в Краснодарском крае Планы решила не менять Сказала, что полетит в Турцию в сентябре Действительно, с тех пор, как список стран Доступных для посещения силовиками Был расширен за счет Турции и Таиланда Особого ажиотажа в турфирмах не наблюдают Многие уже спланировали отпуск Купили путевки по акции раннего бронирования на российские курорты Подготовились к поездке в ведомственные санатории и пансионаты Да и далеко не все сотрудники МВД, как выяснилось, рвутся за границу Мы в провинции живем, нам не до этого У нас тут в Дивноморское на машинах ездят Прокомментировал новость подполковник МВД из Тамбовской области 13 июня, 8 часов Как найти самые дешевые курортные поселки в Крыму и Краснодарском крае Но оживление все же есть Так, в одном агентстве рассказывают, что участковый, который до этого приходил к ним с проверкой по заявлению Вернулся и забронировал поездку в Турцию Еще в нескольких туркомпаниях подтвердили, люди в форме заходят Не по долгу службы, а подобрать тур, узнать, что и сколько стоит В турфирмах говорят, что некоторые меняют Сочи на Белик, Анапу на Анталию Зачастую клиентам приходится серьезно доплачивать Туристов станет больше Когда нововведения комментировали в Ассоциации туроператоров России Приводили довольно внушительные цифры В России в 2018 году насчитывалось 895 тысяч сотрудников МВД С учетом членов их семей это, по предварительным прогнозам Может означать прирост турпотока в сотни тысяч человек в год по двум указанным направлениям 14 июня, 13.52 АТОР прогнозирует рост турпотока в Турцию и Таиланд за счет полицейских Однако пока силовики не торопятся с покупкой Есть случай отказа от туров по России в пользу Турции, но они единичны Это не тенденция, говорит гендиректор крупной турагентской сети Председатель правления Союза туристических агентств Сергей Агафонов Конечно же, открытие таких направлений, как Турция, номер один летом, и Таиланд, номер один зимой Для силовиков приведет к увеличению спроса На мой взгляд, турпоток из России в эти страны вырастет на 10-15% в целом и на 30 в пиковые даты Сейчас гостей из России в Турции и так хватает В турфирмах поясняют, говорить об увеличении спроса и резком скачке продаж не стоит В разгаре высокий сезон и ближайшие даты, на которые можно купить туры, это начало июля, уточняет Виктория Худаева, представитель крупного туроператора Турция абсолютный лидер у российских туристов на предстоящий летний сезон Но резких изменений в объемах продаж в связи с открытием страны для сотрудников силовых структур нет, поясняют в пресс-службе международного туроператора Возможно, желающие отдохнуть за рубежом пока присматриваются и подбирают для себя оптимальные варианты Но вносить изменения в уже спланированный отпуск не всегда комфортно В турфирмах напоминают и про фактически понесенные расходы, которые могут удержать с путешественников при аннулировании тура 17 августа 2018 года, 08.00 туризм Можно ли отказаться от оплаченного тура и вернуть все деньги? Эксперты другой международной тур-компании этот сезон и вовсе назвали рекордным По их показателям, спрос на Турцию превысил прошлогодний в два раза При этом туристов интересует более бюджетный отдых, нежели год назад Самые востребованные поездки в отеле категории 4 звезды за 30-40 тысяч рублей Цены будут расти Главный вопрос, волнующий туристов, подорожают ли путевки из-за возможного увеличения спроса Я не вижу прямой зависимости между разрешением на выезд в Турцию и Таиланд Ожидаемым увеличением турпотока и ценами, успокаивает Сергей Агафонов Они стали выше, так как в Турции увеличился минимальный размер оплаты труда Отели перешли в расчетах с доллара на евро Кроме того, надо учитывать инфляцию По данным экспертов, средний очек на туры составил 98 тысяч рублей на семью По сравнению с прошлым годом отдых подорожал на 15% Летом 2018-го российские туристы платили в среднем 85 тысяч рублей Самый дорогой в турецкий курорт Белик, средний очек тура с перелетом и проживанием на семью составил 155 тысяч рублей Дешевле всего можно отдохнуть в молодежном Мармарисе в среднем за 73 тысяч рублей 18 июня, 6-2 Названы самые дешевые и популярные курорты Турции Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России, АТОР, Майя Ламидзе предупредила Что с 15 июля цены на услуги турецких отелей еще вырастут И это никак не связано с силовиками А затем произойдет еще одно сезонное повышение тарифов с 15 августа Спрос на турецкое направление достаточно хороший не только в России, но и в западных странах, пояснила она Субтитры создавал DimaTorzok